Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Убогие ничтожества. Думали, если заманят меня в пустующую шахту, там будет со мной легче разобраться. Идиоты. Почти ревервод, почти на месте. В этих землях я уже довольно неплохо освоился. Прекрасная ночь, но я довольно сильно устал. Как только доберусь до ревервода, придется отдохнуть. А погода, на удивление, замечательная. И не так уж холодно, как обычно. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать. Лично в руки. Посмотрим. В Донстаре открывается новый музей. Владелец просил меня раздавать приглашение. Но вроде все. Ладно, мне пора. Знаю я, что за музей. Тут на меня уже и оккультисты нападали. Локон Камила. Нужна комната. Обратись к Дельфине. Ладно. Дельфина, ты у себя? Дельфина? Ну, тебя хоть не убили. Твои вещи лежат у меня в комнате в полной сохранности, как я и обещала. Что значит меня? Далось узнать, что ты полезная. Эльфа тоже не убили. Талмор ничего не знает о драконах. Правда? Что-то не верится. Это точно? Точно, точно. Они ищут некого Эсберна. Эсберн? Он жив? Я думала, талморцы уже давно его изловили. Безумный старик. Хотя это значит, что если талморцы захотят выяснить, что происходит с драконами, они быстро его найдут. Чего талмор хочет от этого Эсберна? Кроме желания убить всех клинков, до которых они доберутся? Эсберн был архивариусом клинков. Одним из нескольких. Прежде чем талмор сокрушил наш орден во время Великой войны, он просто делал все книги и рукописи в наших архивах в поисках сведений о драконах. В древности клинки очень много о них знали. Эсберн был этим по-настоящему одержим. Тогда это никого не интересовало. Кажется, зря мы думали, что он сумасшедший. Они, похоже, думают, что он прячется в Рифтоне. В Рифтоне, да? Тогда, наверное, в крысиной норе. Я бы сама там спряталась. Отправляйся в Рифтон. Найди Бриньюльфа. У него есть связи. По крайней мере, мы хоть что-то уже знаем. Да. И когда найдешь Эсберна, если думаешь, что у меня паранойя, скажем так, его доверие будет добиться непросто. Спроси его, где он был 30-го дня начала морозов. Он поймет. Ладно. Ну что ж, отправляемся в Рифт. Да еще и Бриньюльф. Я слыхал, он связан с гильдией воров. Ближайшая повозка. У нас аж возле Вайтера. Отправляться в ночь не лучшая идея, но... Думаю, стоит поспешить. Типа... Если Эсберна изловит до того, как мы с ним пообщаемся, у нас могут быть проблемы. Браконы появляются все чаще и чаще. Порой даже нападают на большие города. Это очень и очень странно. Нет времени мне на разговоры с вами. Нужно побыстрее добраться в Рифт. Даже не так в Рифт, как побыстрее найти повозку. Черт. Мне показалось, как будто я слышал, как взлетает дракон. Надо больше спать. Надо больше спать. Здорово. В Рифт. Ну, куда едем? В Рифт. Залезай обратно и отчаливаем. Если первый раз в Рифтене, обязательно сходи на медоварню Черный Вереск. Обязательно. Надо же Рифт. Кто бы мог подумать. А ну стой. Не понял. Хочешь войти в Рифтен? Плати гостевой налог. Гостевой налог? За что взимается плата? За право войти в город. А тебе какое дело? Ты просто вора, воров я убиваю. Мне-то казалось, ты умнее. А может убеждение? Ладно. Только шум не поднимай. Хочешь, чтоб все услышали? Пропущу. Дай только ворота отобру. Ага, ага. А ты че пыришься, ссыка? Спасибо. Спасибо. Ну блин. Добро пожаловать в Рифтен. Я опять столкнулась с гильдией воров. Ты тут тоже недавно, да? Расскажи о гильдии. Нелепо называть это гильдией. Как можно считать соратниками людей, готовых продать друг друга за золотую монету? Это отребье. Даже темное братство придерживается строгих правил и традиций. А местное варье просто ничтожество. Я бы не сказал, что темное братство придерживается традиций. Не могу не согласиться. Знаешь, я начинаю тебя уважать. Помимо Эйрина, я еще не встречала никого, кому мне хотелось бы доверять. Поскольку мы с тобой одного мнения на их счет, хочу предупредить, что они заманивают народ в свою гильдию, так что поосторожнее. Хорошо. Вау, да. А тебе-то что? О, ок. Расскажи о Черном Вереске. Семья Черный Вереск заправляет всем в Рифтоне, а гильдия воров прикрывает им спину, так что лучше не лезть в их дела. Я? Я Кувалда. Приглядываю за порядком на улицах. Если захочешь узнать чью-нибудь грязную подноготную, обращайся, но готовь монету. Понял. Тогда мы говорим на одном языке. Хорошо. Так что тебя интересует? А расскажи о гильдии воров. Смеешься? Мой брат-могильщик работает у них в убежище. О. Раньше я тоже там крутился, но потом ушел работать к Мавин, когда там совсем жарко стало. Если хочешь в дело, отыщи Бриннерфа на рынке. Думаю, он найдет для тебя работенку. По рукам. Эй, ты! А ну иди сюда, есть разговор. Попозже. Я устала от твоих отговоров. Когда ты брал деньги, ты обещал вернуть их в срок и с двойными процентами. Я знаю, да, но откуда я мог знать, что караван ограбят? В следующий раз поменьше болтай о своих планах, и ничего с караваном не случится. Что? Неужели это вы его ограбили? За что? Почему вы это со мной делаете? Слушай, Шадр, последнее предупреждение. Плати или будет хуже. Меня интересует только золото. Все остальное твои проблемы. Жесть какая. А? Что тебе нужно? У тебя проблема? Я кому должен крупную сумму денег, и мне кажется, что меня обманули. Не знаю, что и делать. Расскажи все мне. Мне удалось договориться с конюшней в Айтране и купить у них уздечек до седел. Чтобы оплатить груз, я должил денег у Сапфир. Да только груз украли по дороге. Теперь Сапфир требует деньги назад. И если я не заплачу, она может меня убить. Я помогу тебе. Правда? Вот спасибо. Конечно. Будь осторожнее с Сапфир. Она водится с темными людишками. Я спец по темным людишкам. Да? У тебя проблемы? Давай поговорим о деле Шадра. Я знала, что этот мальчишка попробует как-нибудь выкрутиться. Тут все очень просто. Я ему денег одолжила. Он обещал вернуть, а сейчас говорит, что намели. Вот и все в общем-то. Мы с тобой прекрасно знаем, что это была подстава. Ладно, ладно. В принципе, я тогда неплохо заработала. К чему терять время, запугивая конюха? Передай Шадру, что он мне ничего не должен. Хватит, Марабан. Надеюсь, еще встретимся. Надеюсь. Я так понимаю, ты отвлекаешь меня по делу? Хорошо, Таллин. Твое имя имеет большой вес у Рифтене. Еще бы. Ничто в этом городе не делается без моего ведома. Ярл ко мне прислушивается, а городская стража выполняет все мои приказы. Если кто-то мне досаждает, я обращаюсь в гильдию воров. А если кто-то разозлит, я призову Тёмное Братство. Вспомни об этом, когда вздумаешь ляпнуть очередную глупость. Думаю, мы закончили. Ты еще о моих друзьях не слышала. Может, когда-нибудь я рискну? Поеду и проверю, насколько она права. Говорили, что Бриньольфа можно найти на рынке. Недавно в городе, да? Никогда и дня честно не работал, судя по тому, сколько у тебя денег. Не так уж много у меня денег. Твою мать, отвали! Никогда и дня честно не работал, судя по тому, сколько у тебя денег. Вообще-то я ищу одного старика. Хочешь за бесплатно что-то узнать, да? Сперва помоги мне сделать дело. А потом, может, и я тебе помогу. Допустим. К тому же, кажется, у тебя денег не так много. Осталось, верно? Ну да. Да, попробуем тебя убедить. Еще хуже. Упустить золотой шанс. Навстречу, парень. Рад видеть, что у тебя заварил котелок, наконец. Ладно, что нужно делать? Просто. Я отвлеку внимание, а ты украдешь серебряное кольцо Мадези из сундучка под его прилавком. Когда добудешь его, нужно будет незаметно его положить в карман браншею. Мадези, франшей. Зачем нужно? Кое-кто хочет, чтобы он отошел от дел навсегда. Это все, что тебе нужно знать. Ясно. Теперь скажи мне, когда приготовишься, и мы начнем. Давай я посмотрю, где этот сундучок в Мадези. Ты хочешь что-то покупать или просто позаниматься? Если нет, иди своей дорогой. Если ты за подоением, обратись к моему мужу. Вот это прилавок в Мадези. Купи надежную броню. А ты броншей, да? Хорошо, Бриннер. Ладно, парень. Начинаешь его. Погоди, пока я их не отвлеку. А потом посмотрим, что ты сумеешь добыть. Идите. И вы, брики, и со всего. Слушайте все! Слушайте! Слушайте! У меня есть нечто замечательное. И оно стоит вашего внимания. Все сюда! Сюда! Что ты ходишь за мной? Не пихаться, не толкаться. Места полно. Ну, Бриньольф. Что на этот раз? Терпение броншей. Это редкая возможность. Я бы не хотел, чтобы ты остался с носом. Если жизнь дорога, лучше уходи. С огоньков. А она оказалась смесью воды и давленного корня нирна. Ну, тогда мы не допоняли друг друга. Но теперь-то речь о настоящем чуде. Эй, храбрецы и красавицы! Я... Так. Приступаем к взлому сумочка. Еще один сейв. Представьте силу, струившуюся по их жилам. А где ж ты это давно? Убирайся от меня. Давным-давно... Да че ты пыришься на меня, мудак? В целях безопасности я... Недавно в городе, да? Небось рыбалкой... О, спиди! А зелья у меня какой-то есть. На увеличение карманника. Вношение легкой брони. Изменения, восстановления. Стрелаем. Кузнец. Че еще? Товар самый что-либо есть настоящий. Один глоток эликсира. И ваше желание исполнится. Великое богатство, вечная жизнь и неограниченные возможности. Все это может стать вашим. Сколько стоит? Всего 20 золотых септимонов. Спешите, пока запасы не кончились. Зачем вы его слушаете? Браншей? Так, я вижу, мне пора. Приходи завтра, если захочешь купить. Какая потеряна времени. Кажется, ты отлично подходишь для этой работы. Ну да, наверное. А это тебе плата, как я и обещал. С учетом того, как у нас идут дела, нужно радоваться, что наш план сработал как надо. А что такое? В чем дело? А, мою организацию преследует неудача. Ну, наверное, так и должно быть. Но все равно, работа сделана, и сделана она отлично. Но можно заработать еще больше. Если, конечно, не побоишься. Не-е-е. Не побоюсь. Ну, хорошо. Давай-ка проверим. Наша группа обретается в крысиной норе под Рифтоном. Есть там кабак, называется Буйная фляга. Доберешься туда, и мы посмотрим, из какого ты теста. Что ж по рукам. Рифтон известен тем, что это большой портовый город. Почти такой же большой, как в Солитюд. Мы знаем оно у тебя. Что у меня? О чем ты, демон, возьми, говоришь? Не валяй дурака. Выверни карманы, сказано. Сейчас же. Говорю тебе, у меня нет. Стойте, что это за кольцо? Оно не мое. Ты сам сказал, не твое. Ты арестован, Браншей. Это какой-то бред. Я ничего не крал. Первый раз вижу это кольцо. У нас две возможности. Либо ты пойдешь со мной в крепость, либо я потащу туда твое бездыханное тело. Выбирай. Ну. Ладно. Я продаю чудесные стружки и сверкающие самоцветы. Хе-хе-хе-хе-хе. Хочешь жить долго? Зачем рисковать? Удачного дня, Браншей. Мы хорошо справились, на самом деле. Здесь продают и покупают лучшие украшения. Красивая нора. Сеть канализаций, которая проходит под всем Рифтоном. Ну как дела, спляки? Выпад, конечно, был неплохой, но... Но я прошел слишком много боев, чтобы на такую херню вестись. Ты где вообще? Даже мне удар. Вот тебе оно надо было, дебил. Что ж. Пять отмычек на Эксперта. Надо попробовать. Раз. Два. Встретить отмычки. Недорно. Ах ты, мразь. Тут лучше одеть другую маску. Сопротивление ядам и болезням. Ни хера себе. Место для казни. Нищий. Знакомая книжица. Так называемая буйная фляга, да? Убежище гильдии воров. Те деньки закончились. Говорю тебе, на сей раз все по-другому. Мы все не раз уже это слышали, Брин. Хоть себя за нос не води. Пора взглянуть правде в лицо, дружище. Ты, Векс, Мерсен. Все вы из вымирающего племени. Времена меняются. Вымирающее племя? А? А это ты тогда как назовешь? Ну и ну. Я просто поражен, парень. Я и не думал, что опять тебя увижу. Хм. Сюда добраться раз плюнуть. Надежность и отвага. А ты дорогого стоишь. Так, раз уж мы возбудили твой аппетит нашим славным дельцам на рынке, не поможешь мне разобраться с неплательщиками? А как же? Они задолжали нам серьезные деньги и решили, что могут не платить. Нужно объяснить им, какая это ошибка. Звучит неплохо. Кто они? Кирова, Перси Медовые Руки и Хельга. Справишься, и я тебя приму в нашу команду. Как это лучше провернуть, не расскажешь? Честно говоря, долг тут дело десятое. Куда важнее донести до всех, что с нами нужно считаться. Одно предупреждение. Никого из них не убивай. Это недопустимо. Считай, уже сделано. Хорошо. Если нужны подробности о твоих объектах, я буду здесь. Теперь иди. Расскажи мне про Бетси. Этот типчик, пёс знает, что о себе воображает. Ключ к успеху, уродливая двемерская ваза в его лавке. Разбей её в дребезги, и он сразу перемеется. Хорошо. Кирова. Кирова упряма, но она нежно любит свою семью. Поговори Сталин Джейм в пчеле и жале. И вытяни из него что-нибудь. Они хорошо знакомы, если ты меня понимаешь. Конечно. Ну и последний объект. Хельга. Хельга преданная последовательница Дебеллы. Она дорожит статуе богини, которая стоит в ночлежке. При грозе разбить статую, и она сдастся. Я ищу одного старика, возможно ты знаешь. Он прячется в крысиной норе. Да, он мне знаком. Прячется в муравейнике. Платит нам хорошие деньги, чтобы никто об этом не узнал. Я буду здесь, когда ты закончишь. Муравейник довольно надёжное место. На что годишься. Заходи ко мне. Я думаю, пока стоит заняться гильдией. Проблем не будет. Эти ребята помогут мне подняться. Не понял. У кого-то проблемы, да? Ни хера себе, ты меня что-то с кулака так ударил. Десять дополнительного урона в рукопашном бою. Ни хера себе он с кулака лупит. Десять дополнительного урона в рукопашном бою. Кто-то на меня кидался. Вот вопрос. Ясно. Ловушки везде. Вот чёрт. Непонятно. Ну да ладно. Раз никого нет, значит искать проблем мы не будем. Тут кто-нибудь есть? Ты поплатишься за то, что видишь дела Талмара. Талмара? Так это ты, мразь! Это ты не давала мне на рынке прохода? Шавари. Физский кинжал. Я знаю, что объект пребывает в рифтах в течение нескольких дней. Желательно действовать аккуратно. На ликвидации объекта важнее всего. Ага. Обычные ограничения по скрытности снимаются при необходимости в пределы Скайрима без наказания. Подведи меня. И... Непонятно кто. Но меня заказали. Ну что ж. Это пчела из жала. Давай сначала сюда зайдем. Поговорим сначала с Берси. Привет от Бринельфа. Все просто, не заплатишь, будет хуже. Пустые угрозы и махание кулаками меня не пугают. Вы, ребята, только болтайте. Это уже все знают. Чтобы я оплатил вам за защиту? Да вы себя-то не можете защитить. Вот так вот значит, да? Мы себя еще как можем защитить, ты уж поверь. Хотя, как довод это, говно-говно. Не обманывай себя. Ваше время в рифтах не на исходе. Скоро вас всех выживут. А ну, закрой свою пасть. Ты об этом пожалеешь. Ну давай. Посмотрим, что за что. Ты вообще за кого болеешь-то? Пожалуйста, не надо. Я заплачу, заплачу. А свою уродливую вазу побереги. Следующие кандидаты на члежках Хельги. С какой стати тебе со мной говорить? Привет, привет. Если тебе нужна комната, зайди в пчелу и жало. А тут ночлежка для простых работяг. Что тебе нужно? Привет от Бринь, Ольфа. Чего он теперь хочет? Я ему уже объяснила, что из камня крови не выдавишь. Не, ну, бить я тебя не буду. У меня есть... И на что я надеялась? Пожалуйста, не забирай статую. У меня больше ничего не осталось. Привет тебе еще раз от Бриньева. У тебя моя статуя. Что ты хочешь с ней сделать? Ну, может мне ее уронить? Только не госпожу Дебеллу. Не надо. Не трогай ее. Я все понимаю. Вот, бери свое золото и подавись им. Ну, видишь, я тебя не буду. Слушай, я поняла намек. Чего тебе еще нужно? Ты здесь работаешь? Работаю. Да, можно сказать и так. Я это называю рабством. Пальцы уже до костей стерла от этой вечной уборки. Бедняжка. С тех пор, как умерли родители, и Хельга взяла меня к себе, это вечный кошмар. Откуда мне было знать, что она такая гадюка? А теперь я вынуждена тут жить. А эти свиньи, которых она зовет клиентами, лапают меня и говорят мерзости. Почему ты ее так ненавидишь? Дело не в работе, дело в ней. Она отвратительна. Мне кажется, она слишком далеко зашла в своем поклонении Дебелле. Ты в курсе, что она только за последний месяц спала с тремя разными мужчинами? Кем надо быть, чтобы так себя вести? Как же мне хочется заставить ее подергаться. Носом ткнуть. Должен быть способ. На самом деле есть такой способ. Но я не думаю, что мне это сойдет с рук. Если она узнает, она меня убьет. После занятия любовью, она обычно дает партнеру так называемый знак Дебеллы, как символ своего расположения. О, как. Если ты предъявишь ей сразу три знака, она окажется в очень щекотливом положении. Даже не знаю, что она будет делать. Я помогу тебе. Ой, это будет замечательно. Тебе нужно получить знаки Дебеллы у Болли, Хофгера и Индарина. Не знаю, как ты это провернешь, но постарайся. А потом просто покажи их Хельге, и увидим, что будет. Я согласен. Попытайся добыть эти знаки неприменимой насилия. Насилия не применяем. Но посмотрим. Ну и последняя, пчела из жала, да? Я думаю, стоит вплотную заняться гильдией воров. И дальше будет прохождение, ну, именно ее. Хочешь отдохнуть или вывезти? Привет от Бринь-Ольфа. Слушай, все это было просто недоразумение. Я зря Бринь-Ольфу предложила пойти утопиться. Передай ему, что я прошу прощения. Да? Возьми. Здесь все до последней монетки. Клянусь. Ха-ха. Зря предложила утопиться. Мы поняли намек. Тип. Следующим прохождением, пожалуй, будет гильдия воров. Но теперь это стоит занести эти денежки Бринь-Ольфу. Я продаю чудесные безделушки. И так работа сделана. И даже золото уже здесь. И все прошло чисто. Мне это нравится. Вот твои денежки. Тупы и отводить глаза стражей довольно дорого. Отлично. И похоже, теперь я тебе кое-что должен. Вот. Думаю, тебе это пригодится. Думаю, да. Что дальше? Судя по тому, как тебе удалось разобраться с торговцами, могу сказать, что твой талант доказан на все сто. Нам в команде нужны такие люди. Если пахнет деньгами, я только за. Вот это удаль. Воровство у тебя в крови. Родовой знак опытного вора. Думаю, ты у нас тут далеко пойдешь. Сначала я хочу спросить. Что у тебя на уме? Ходят слухи, что вы на мели. Это так? У нас сейчас черная полоса, но ты об этом не беспокойся. Знаешь что? Ты добывай для нас деньги, а я побеспокоюсь об остальном. Годится? Что ж, справедливо. Теперь, если больше нет вопросов, иди за мной. Я тебе покажу, о чем мы с тобой толковали. Лучше послушай сперва Мерсера и Бринюльфа. Мы потом поговорим. Лады. О как. Вот айнух. Мерсер. Это наш новый рекорд. Я говорю. Только бы это не было очередной траты ресурсов гиги принято. Прежде чем мы продолжим, я хочу кое-что прояснить. Если ты играешь по правилам, ты становишься богаче. Если нарушаешь правила, теряешь свою долю. Никаких споров и разговоров. Просто делай, что мы сажим и там скажем. Я ясно выражаюсь? Вполне. Хорошо. Тогда пора проверить твои умения в деле. Погоди-ка, ты не о златоцвете? А? Даже малышка Векс не смогла туда пробраться. Ты утверждаешь, что новый рекорд обладает должным талантом. Если так, пусть докажет. Поместье Золотоцвет крайне важно для одного из наших крупнейших заказчиков. Однако владелец внезапно решил вести дела сам и отказаться от наших услуг. Следует преподать ему урок. Биньольф посвятит тебя... Мы же с твоим голосом, Мерсер. Ты ничего не забыл? Ммм... А, да. Поскольку Биньольф уверяет меня, что ты принесешь нам исключительно выгоду, мы принимаем тебя. Добро пожаловать в гильдию воров. Добро пожаловать в семью, парень. Я надеюсь, что ты нам принесешь много денег. Не разочаруй меня. Так как тут делают деньги? Просто. Делай, что говорят, и не марай клинок. Понял. Убийство денег не приносит. Поговори с Делвином Мэлори и Вэкс. Они тут в курсе всего и могут подкинуть тебе работу, если будет нужно. Да, и поговори с Танилой во фляге. Она тебе выдаст новые доспехи. Расскажи мне. Поместь Золотоцвет, это пасека. Они там разводят пчелы, делают мяу. Именно так. Оно принадлежит одному болтливому лесному эльфу по имени Оренгот. Нужно преподать ему урок, сжечь там три улья и обчистить сейф в доме. Понял. В чем подвох? Подвох в том, чтобы не сжигать все поместье дотла. Важный клиент, о котором говорил Мерсер, этого не потерпит. Разумно. Да. Меньше всего нам нужно злить своих клиентов. С Оренготом что делать? Мавин хочет, чтобы Оренгот остался жив. Но если он будет тебе мешать, можешь его убить. Понял. Это все очень важно для гильдии. Не выставляй меня дураком. Не облажайся. Береги себя на этом острове. Наемники пленных не берут. Иначе еще и наемники. Тогда мой опыт мне пригодится. Завтра начнется новая жизнь. Теперь я член гильдии. Надо бы подноровиться. Замки вскрывать. И мамы людей прокрадаться. Бандитом я уже был. Побуду немножко и вором. Неплохой способ поднять денежек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!